Hello всем! Играем в Ragnarok. На тестовом сервере четвёртой профессии появились уже. Я немножко побегал. Сейчас я нахожусь на обычном сервере. Так, автолут. Включаем. Так, заходил, ежедневку снял. А, ну что касаемо... То есть у них готов новый эпизод. Патч огромный. Включает в себе, кроме четвёртых профессий, ещё кучу всего. Он появится на этом сервере, на основном, 17-го числа. В субботу. В субботу на воскресенье. Сегодня пятница, 16-е число. Ежедневку я снимал. Нет? Снимал! Вот эту хренату я снимал же. Это завтра будет альбомчик. Хорошо. А, и есть такая ещё штука. Это мой фармер, генетик. Им бегаю тоже фармлю. Многие данжи. Одет чисто на фармерство, на взрыв спор. Серебряный ключик. Это, конечно, хорошо. Давай поставим маленько фон. Ну, пусть играет что-то там. Появился новый вент. НД, по-моему, БНП. Собака НД. Новый вент рассместили. Ну, тут он только начал дополняться. Основной вент. Собака вент. Да, шоп, по-моему. Гоу вент. Сори. Вот же. Очень довольно обширные магазины. Рынок. То бишь, много чего есть. И вверх туда квадратик идет. Есть что повыбирать. Сейчас тут четвертым профами ажиотаж. Начинается уже. Очень много всего там подобавляли. Вот так вот одет. То есть, на данный момент мой фармер. Не надо там думать, что он... Это не так, это не так. Нет, это так. Я его так решил. Для фармерства он более чем мне полезен. Я его одевал на взрыв спор. Эстел. Без чантов пока что. Закинули в портал. На босса. А мы выйдем обратно. Ну, я не хочу сейчас. Это типа ивентовый босс. Ерунда. Так, в общем, эстел. Две карты. Тут танцующая марионетка. Ну, это я так чисто поставил. Белорыцарь. Сет. С колецбергом. Вот же он. Щит сделали с братом. Очищенный. Игнорит деф. Ну, чисто на фарм. На фарм, на кач. Не более того. Эту броньку я покупал обычную. Сейчас покажу. За сертификаты. Надо до десяточки доточить. Здесь труп стоит. Сет-тенгу. Харвестер. Шапочка. Которая режет кастайм. Тоже на кач. На фарм. И Кэтрин Кейрон стоит. Это с райдриком. Работает с этим. С сапогами накидка. Сапфировая такая штука. Тоже акс. Ну, тут такая хрень. Я не упарывался особо в билд. Тут гигант стоит на дамаг. Костюм. Единственное, что да. Я пришлось помучиться найти, чтобы купить на взрыв спор. Сет. Сет спор. То есть, ну и собран сет этого торгаша. Который вот в сете дает, собственно... А, нет. Лгу. У меня сет кастера стоит. Три. Сережка. Подвеска. И перчатка. Вариативный кастайм режет. Ну, и за заточку. Надо просто теневых молотков намутить и поточиться. Если на девять будет шмоткить и все... Ну, вообще цены бы не было. Тут. Не доделан. Сет этих самых камней. Так сказать. Вот. Вот такой вот фармер. Я хотел записать видео о том, что... Гомункула сюда. Давай перопластик у меня. Все. Отдыхай. В Хоррор Той Факторе, фабрика игрушек, когда я делал видео по инстанциям, там сейчас порезали золото и платином. И сейчас все фармят. Две локации. Я хотел показать, какие. Я не помню, я туда ходил или нет. Видео было у меня или нет. Но я сейчас схожу генетиком и покажу, где что фармить. Так, в первую точку, куда мы пойдем, нам нужны святые ядра. Ну, это генетиком, если вы будете бегать. Вот такие статы. Такой вот паренек. Взрыв-спор. Спрашиваю. Две четыреста. Хорошая вещь. Естественно, там с телеги можно там урон больше, бла-бла-бла. Ну, не хочу. Значит, а вот, смотрите. Гефения 0.4. Здесь же вы можете, здесь я в Гефении 0.4, рекомендую не полениться. В базе найти предметы, найти суккубов, инкубов. Из них надо выбивать кольца и фумасюрикены. Наша задача убивать здесь суккубов, инкубов и виолончелисток. Я видео такое точно по Гефении делал на Новоро, когда я бегал. Вот. Неплохо. Так. Ну, и яйца пинать тоже нужно. Большевые ангела. Они дают проклятую воду. Ну, это чантик. Вот такая вот штука. Блядь, а где же... Темным элементом зачаровывает оружие. Ну, например, ангелов, опять же, пинать. Это с шапки. У меня есть шанс, либо выпадет вот такая штука, либо такая, либо вот такая вот уже готовая спорка. Хотя я их сам варю. Ингредиенты, книги, все дела. Генетикса, очень своеобразная профессия. Это исключительно на любителя класса. Кто любит гомункулов, варку, жарку и так далее, и так далее. Это, ну, я ненавидел вообще когда-то генетика, теперь играю и в фарм. Вот такая вот парадокс. Про яйца королячьи я уже рассказывал. Конкуренция здесь бывает. В этом данжике. Ну, поврезали эту самую хоррор-той-фактори, к сожалению. В Сару можно ходить в инстанс. И фармить два данжа. Это номер один данж. И во второй сейчас пойдем, ох, сколько яиц. Я их разбиваю, потому что там может и купон быть. На заточку и мунхоинт, такие синенькие и золотые могут быть. Лучше бить яйца и мимиков, которые на локации. Вот, видите, про что я говорил, 10 штук. То есть это крутануть, это 5 игр в рулетке. Ну, еда, в основном, естественно, еда. Ну, почему нет? Такой маленький вентик яйцевый. В общем, мне нужна она. Эта самая приманка нужна, хочу поймать. Письмо. С нее такое выпадает. Красненькое письмо. То есть пинаем здесь на губах суккубов. Бьем яйца. Само собой. Наша задача выносить отсюда мастеллы, рояльки, кольца и фума сюрикены. Это основа основ. Продавая торгашон, там больше 60 тысяч стоит. Вот этот сюрикен и кольца, по-моему, по 30. Сейчас покажу, короче, что вместо тысячи слов, как говорится. А, ну и блю паушен. Блю паушен тоже еще хорошо стоит. Еще два мункоинса. Вот такие вот. На продажу, нахуй, все. Так. Вот это сюда. Ну, давайте здесь еще почистим олень. Хорошо. Неплохой взрыв. Ну, давай яйца добьем и пойдем в следующую локацию. То есть, естественно, бегаем до перевеса. Можно отдельно выписывать лут, который вы будете собирать по идлу, да? Ну, я... В этой локации, да, я советую делать именно так. По идлу нужные вам вещи выписывать. Автолутит прописывать. Чтобы, ну, мусор откидывать, так сказать. И до отказа, короче, бегаешь здесь. 90 перевес, продался. И снова сюда. Как взять и не убить? Ах ты сволочь такая. Все, ну, давай, собака. Гоу, ноль. Ну, что, я чисто так ознакомить. Вот, что хочу. Смотрите. Смотрим так, как мне, блядь, прописать ид. Ума сюреке нам интересен. От, вот его ид. Запишите куда-то или в базе найдите его. Это предмет 1, предмет 2, предмет 3. Золотые, золотые кольца. Что еще нам интересно? Нам интересно роялька. Мостелла. И блю поушин. В принципе, все. И все. То есть, идем фармить туда. Это вот эти основные моменты, нюансы. Все остальное по желанию. Кто все собирает, кто выписывает лут. Все по-разному ходит. Я же тестил вчера, бегал, выписывал лут. И нормально. За заход там получалось. Ну, где-то 3,5-5, что-то такое по максимуму. Если забивать на 90, что-то такое у вас будет. Естественно, если вы мерчантам продавать будете. Торгашом. С наценочкой. Вот этот. Дисконт. Перевес. Оверчардж. Все брать. Ну, кто не берет, тот, конечно, дурак. Все берут. Торгаши берут все. Так, давай закрутимся. Так, неплохо. Спешл лаки. Выпало. 15 этих. И заметьте, все на локации. 25 этих. Все фартит с этого. С яйцевого кролика. С ивента. 40 мунников. Крутим их. Крутим. И играем. О, пожалуйста. Заточка оружия на плюс 8 купончик. Неплохо. И это я пошел фармить. Гефению. Пожалуйста. Веточка. Это либо за миллион их скупают. Либо потом можно самому. На специально отведенной для этого локации. Ну, просто собираешь эти ветки и пинаешь МВП. Так. 181. Да. Очень спокойный, хороший, перспективный, объемный сервер. Я его очень люблю. Когда я первый раз пришел, я смотрю, все тут на нерусском языке и так далее. Но нет. Тут люди очень хорошие, отзывчивые. Поверьте мне. Администрация отвечает мгновенно на все вопросы в дискорде, канале. Так. Все. Хватит об этом. Давай. Идем на локацию номер 2. Которая вызывает тоже, так сказать... Там ее фармят. То есть, может быть какая-то конкуренция. Это выбираем дальше. И выбираем башню Танатаса. Девятый и десятый этажи. Девятый я там бегал. Тут может кто-то быть. Я, по-моему, в видео как-то показывал. Вроде там был десятый этаж. Забиваем до отката. Так же, до 90 бегаем. Можно здесь выписывать лут, но я проверял лично. С выписанным лутом и со всем лутом. То есть, разницы особо и нет. Серьезно. Вот тут такие маленькие мобы уходят в хайт. Типа, оттуда из него бьют. Не, естественно, здесь, конечно, персонаж нужен более-менее одет. Если в Гефении... В Гефении... Там, конечно, попроще. А, пошли. Здесь же уже... Ну, тут и доход хороший. Неплохо, блядь. Так. А, вон и мимик. Вот и мимик. Тоже бьем. Ключами потом его откроем. Ну, как раз тир 3, в принципе, выпал. Ни два, ни один. Но, тем не менее, уже неплохо. Здесь интересуют нас в основном камни. Вот такие мечи. Мечи. Диам... Эти караты. Вторые, третьи караты. Вот эта хрень. Жемчуг, рубин. Ну, я здесь... Просто собираю все. 90 перевес. Гоу 0. Сейчас мы так же и поступим. Я пробег сделаю. Ох, там аж яйцо высрал один из мобов. Ни хуя. Весьма неплохо, я скажу. Бьем яйцо. Бейте яйца, если видите, сразу бейте яйца. Вот, отбрасывайте все и бейте яйца. Неплохо. Святость здесь тоже решает. Бегаем до 90. Так. Мало того, что у меня у генетиков качан вес, естественно. Так, есть еще вот такая штучка. А, я ее не брал. Надо будет не полениться и отвезти его в спортзал. 10 купонов. Весы. Ну, я сейчас, если не забуду, мы это сделаем. Заодно покажу, где прокачивать персонаж на вес. Так сказать. Отсталые чуваки играют на всяких фо-геймах, которые застряли в прошлом. Ну, это мы про них не будем говорить. Нам же важно настоящее и будущее. Не прошлое. Тебя никто не заставляет. Ты можешь и на второй профи остаться. Просто не брать третью и четвертую. Которые через два дня будут здесь. Играй на второй профи. В чем проблема? Правильно? Правильно. Только ты сольешься и все. Не забываем прокастовывать скиллы дополнительные. Так, 50 перевес. Хорошо. Следим за весом. Потихонечку. Все, 90. Окей. Гоу 0. Все, подходим к красавице, идентифицируем. Ну, это по желанию. Можно и так просто продавать. Падают доспехи Гаибнию. Выпала эта декорчик. Видите, какой прикольный. Фруктовая такая шапка. Неплохо. Оставим ее, может, на зачаровашку отнесу. Посмотрю, что-то из нее можно будет сделать. Карты тоже я коплю. Не знаю, зачем. Ну, коплю. Пусть будут. Так, ну что, давай продадимся. Вот. Арфы столько стоят. Доспех Гаибнию. 31 тысяча стоит. Двуручные мечи. 37 200. Их мы тоже ид можем отдельно вписать. Аля Гефения. Поход сделать. Вот. Со вписанным лутом. Я бегал, проверял. В принципе, особо разницы нет. Буквально плюс-минус 100 200. 300 тысяч. За заход. Ну вот, 2740. Один заход до 90. Это очень хорошая точка. Фармить, поверьте мне. Еще и на фоне того, что порезали фабрику игрушек кошмарных. Открываем. Там две жвачки и сертификат на головной убор. Оставляем. Потом посмотрю. Схожу. Жвачки на фарм. Это 100%. Они слабенькие, конечно. Но лучше, чем ничего. Вот по самой популярной жвачке. 200% на 15 минут. Я же хотел пойти в спортзал. Сейчас покажу. Где это? Вот. Билет в спортзал. Берем 10. Я не знаю. Генетик. Ну, генетика можно прокачать. Так как у него уже есть. В принципе, родной скилл. Повышающий переносимый вес. Но я проверю. Я хочу показать, где жвачки вы можете выменять за ежедневки. Вот такая красавица стоит. А также какую-нибудь шапочку на начало прикупить за них. Вот, пожалуйста. Жвачки. 70 штук. Сертификатов. Вот таких сертификатиков. Одна жвачка. Ну, или H.E. мануал. Можно. Это книга опыта. Ну, и шапки неплохие. Повыбирать можно. Взять. Один из НПЦ. Так. Ну что. Идем в Пайон. Можно Варпера. Можно Карта Мира. Вот он Пайон. Перемещаемся. Сгустки по 80 тысяч продают. Причем оба. Надо будет в Гласт Хеймс бегать. ОГХ. 100 тысяч. Вообще охуевшая рожа, блядь. Шмидцы. Кривые. Вот стоит НПЦ. Общаемся с ним. О, ты, говорит, хочешь это. А, смотри-ка. Ну, сейчас мы поднимем вес. 9 тысяч. 9 200. Всего 10, на 10 билетов можно сходить. Ну, чтоб баланс был. Чтоб не сильно. Ты там не носил, блядь, тонны с собой. Умеренный вес. Я думаю, 10 200, вот что-то такое, да, будет. Генетика. Так. Неплохо. Сейчас можно будет грузиться побольше, и не 2 700 ляма будет, а 3 можно за заход 90% с Тонатаса вытащить. Почему нет? 10 400 даже. Ух ты. Еще один. Охренеть. 10 800 веса. Без тележки. Ну, телега у меня под барахлом. Туда я ничего такого не сгружаю. Вот, для накидки генетик лежит. Надо поставить. Накидка появится. Сюда, чтобы сет работал камней. И все. Здесь мы подняли вес, отображается икона о том, что вот еще одна пассивка. Вот так. Почему, что я говорю, класс торгашей для фарма самый хороший. То есть, можно и другими фармить там, тоже прокачав его вот так в спортзале, да. Но все-таки торгаш есть торгаш. И куда ни плюнь. Я думаю, пока все. На этом серию завершу. Буду потихоньку выпускать различные серии. Делать по заточке. Как здесь точить. Чем точить. Как лучше. Потому, что с каждым днем узнаешь все больше на сервере. Общаешься с людьми. С местными. Вот. И открываются все более новые какие-то моменты игровые. Ну, все. Я думаю, на этом пока что. Играйте. Хорошие игры. Выбирайте правильные сервера. Если в ро играете. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.